Здоровья и счастья пожелаю хорошим людям, которые открыли этот видос. Почему хорошим? Ну, потому что, по крайней мере, вы на некоторую такую неделю отсрочите меня от вопросов по типу «Как ты так быстро апнул полеты? Как можно апнуть полеты? А у меня не делается то, а у меня не делается это, а подскажи, а расскажи?» В этом видосике постараемся относительно всё глянуть, абсолютно всё объяснить насчёт квестов, дейликов, питомцев, скрытых каких-то моментов различных поговорим, которые конкретно я заметил при прокачке профессии. Всем привет, с вами Прия. Мы начинаем. Собственно, что нам нужно с целью получения полётов, а вообще, в принципе, если так говорить о глобальном? Ну, в принципе, первопроходят с первой части, должен быть в теории у всех. Если нет, то, я думаю, вы и сами справитесь, там всё, в принципе, легко. Нам нужно изучить Назжатар в плане исследовать абсолютно все местности. Нам нужно исследовать Мехагон, аналогично исследовать все местности. Ну, а самое тяжёлое в текущий момент, так как контент относительно новый, ему всего лишь неделька, это почтение с новыми фракциями – Ржоголское сопротивление и Анкоа, иначе их называют клинки волн. Анкоа – это фракция Назжатарская, ну, а сопротивление – это фракция Мехагонская. Пунктов относительно немного для прокачки, но, в принципе, некоторые люди игнорируют некоторые пункты и с этого уже немножко проседают в репутации, тем самым получают полёты на день, два, тире, три позже. С этого расстраиваются немножко и огорчаются вообще в этой игре. А игры нам нужны для того, чтобы радовать нас, между прочим. Не забывайте об этом, это очень хорошая мысль. Так вот, с целью относительно быстрой прокачки репутации на Назжатаре выделим несколько пунктов. Первый – это выполнение заданий. Самые обычные жёлтые задания, которые нам даются. Как можно быстрее стараемся их выполнять и просто-напросто наслаждаемся ими, раскрывая сюжетную линию Назжатара. Также второй пункт – это самые обычные локальные задания в Назжатаре. Делаем их раз в день, либо после 10 часов по московскому времени утра, либо после 10 часов по московскому времени вечером. Это дело уже за вами. Таким образом, мы улавливаем двойную пачку локалок. Нам не нужно два раза прилетать в этот континент с целью выполнения локалочек. Мы прилетаем один раз и просто-напросто делаем всё. Это экономит время и экономит наши ресурсы. С целью быстрого выполнения локалок мы можем скачать себе различные аддоны по типу WorldQuestList или WorldQuestGroupFinder, но это уже на ваше усмотрение. Хотите соло делать локалки – делайте соло. Хотите в заранее собранной группе – обязательно скачайте эти аддоны. Лишними они точно не будут. Идомы есть всякие различные интересные, которые падают на Жатаре. Мы не будем учитывать какие-либо редкие в текущем пункте, а мы будем учитывать только те итемы, которые падают нам с камня ясновидения. Мы его юзаем. В течение пяти минут мы видим различные сокровища, которые сокрыты в песках Ниджатара. На самом деле они просто там в инвизии якобы стоят. И мы можем лутануть вот такую вот глубинную раковину, которая нам даёт 150 репутаций. А если мы хуман, то ещё дополнительно 10% – это целых 165 репутации. Казалось бы, мало, но в теории нам всего-то нужно до почтения 21 тысячу апнуть. То есть 3000 равнодушия, 6 ещё сверху плюсом – это уважение. И ещё двенашка до почтения. 3 плюс 6 плюс 12 равно 21. 160 репутаций от 21 тысячи, с учётом того, что мы там квестов кучу переделаем и дейликов ещё, и локалок. Ну, это нормально весьма, вполне неплохо. Я уже немножко обмолвился. Да, мы делаем дейлики, они вновь вернулись в эту игру. И теперь помимо локалочек, привычных нам, нам нужно делать ещё и дейлики. И помеченные синими восклицательными знаками, подлетаем, извините, подбегаем и просто-напросто делаем их. Также, выполняя локальные задания с фракцией клинки волн, мы можем изредка заметить в заданиях эмиссара, то есть в сундуках, самые обычные сундучки на данную фракцию. Если вы только недавно вернулись в игру, то, насколько я правильно помню, он у вас ещё будет. Поэтому, если вы посмотрите видосик в течение, там, дня-полутора с момента его загрузки, то, наверное, вы его словите и получите дополнительных полторы тысячи репутации. А это, между прочим, уже число такое хорошее, внушительное. Почти в самом центре изредка наги призывают мопца элитного, жёсткого. Он, в принципе, на обе фракции работает, то есть даже если Орда его первая запулила, то и Альянс его может бить. Вообще без разницы, он считается общим. Без каких-либо даже модификаций, он отмечен будет на карте таким синим-синим-фиолетовым черепком. Подлетаем, келяем, лутаем что-то наподобие квест-итома и всё. Наслаждаемся полученной репутацией. Спавнится он примерно вот здесь. Если мы скачаем модификацию Том-Том на координаты, то это будет 48-40. В текущий момент идёт ПВП-событие. Как мы все прекрасно знаем, Орды играет больше. Это доказанный факт ещё с того момента, мною увиденный, когда было голосование по чоперам Азерота. Я думаю, кто давно играет, следит за миром Варкрафта, тот знает, что это за событие было давно-давно ещё. И вот Орды-то реально больше, и ПВП-события они выигрывают гораздо чаще. Активируется оно только в тот момент, по-моему, когда у вас вармод включен. Если вы выиграете в ПВП-событие, вы также получите репутацию. Чтобы в нём выиграть, нужно набрать 3000 очков. Для этого нужно удерживать точки, убивать мопцов, убивать игроков. Ну и то есть в тот момент, когда вы какой-то из этих пунктов сделаете, но даже если не выиграете, то вы там всё равно что-то чуть-чуть получите. Репутацию навряд ли, но какие-то баджи уж точно. Наша цель, конечно, выигрыш. Малым мы ограничиваться не будем. Выигрываем, получаем репу. Не выигрываем, но делаем некоторые условия. Получаем баджи, да. Какие-то там самые обычные. Не на репу, по-моему, суть в общем. А это грустно. Я не зря подлетел к этому месту. Это место чуточку скрыто, но, в принципе, по ходу видео вы уже увидели, как я к нему летел. Это лаборатория Мордиваса. Тут квест самый обычный. Мы взаимодействуем с этими кристалликами, сдаём туда всякую вот эту странную океанскую взвесь. Странный вулканический камень. Минералочку сдаём, и нам вызывается мопчик. Мы его келяем, лутаем с него квест-литом, сдаём его этой княженце, и всё, лутаем репутацию. Примерно там 500-600. Это весьма хорошее количество такое прям... Пандария принесла много нововведений. Начиная от самого личного пространства в виде огородов, заканчивая очень полезными битвами питомцев. Мы используем их также для своего блага. Есть у нас зелёные лапки на карте, это самые обычные питомцы. А есть жёлтые, это боссы. Нам их нужно убивать. Мы их убиваем, побеждаем единожды, и получаем баджик на репутацию, квест-литом. С этого квест-литома мы получаем около 250 репутаций. Таких питомцев очень достаточное количество разбросано по всему нас жатару. С целью того, чтобы относительно оптимально келять нормально всех этих мопцов питомцев, нам нужно зайти на сайт. Очень хороший сайт. Прям, ну реально, достойный. Сейчас мы им научимся пользоваться. Сайт у нас называется wov.petguide.com Мы заходим на него, открываем вкладку BFA, открываем вкладку на жатар, и смотрим, к примеру, какой питомец к нам ближе всего. Ну, допустим, мы находимся в альянсском лагере, и ближе всего к нам Ravarius. Мы его ищем тут в списке, смотрим, где он тут у нас. Мы копируем координатики, мы вставляем их в чат, и если у нас установлена модификация том-том, то, конечно же, нам поставят метку на карте. Летим туда и радуемся тому, что мы его нашли. Но это одна проблема. Но нам же его еще нужно убить. С целью убийства его, с целью подбора сетапа. Мы листаем самую верхушку, мы смотрим в левый столбик, ищем этого же питомца, где он тут у нас, Ravarius. Открываем эту вкладку, и смотрим, какие питомцы нам нужны, с целью того, чтобы его спокойно выиграть. Также написана ротация питомцев, то есть, что мы юзаем в какой раунд, как мы там меняем питомцев, и все такое прочее. Также люди внизу даже комментарии свои оставляют. Если у нас нету каких-то таких питомцев, то мы наводим в правый флажочек, и у нас показываются абсолютно все альтернативы. Питомцы должны быть 25 уровня, насколько я правильно понимаю, так как боссы, которых мы будем убивать, они никак не скалируются. Таким образом, с помощью сайта мы получаем огромный просто прирост по убийству питомцев, и мы спокойно способны килять различных каких-то не было элитных питомцев. Вот и все. С этого мы улучшаем репутацию, и в дальнейшем наслаждаемся полетами, конечно же. То есть, там получается 12 питомцев, 250 с каждого, так это суммарно 3000 репы. Вдумайтесь, нам суммарно нужно 21 тысячу для получения полетов, почтения, а 3000 мы получаем только за убийство всех 12 питомцев. Я считаю, это очень много. Это очень много. Это одна седьмая, ничего себе. Ну и также мы не забываем килять самых обычных рарников. Рарники дают репутацию. С целью того, чтобы отслеживать их в виде таких вот звездочек приятных для глаза, мы используем модификацию Handy Notes с модулем Nasjatar, ну и с модулем Mechagon, так как там нам тоже придется убивать рарников. Что-то я куда-то вперед забежал немножко, но не суть. Если вы хотите получать еще больше репутации с Анко, с этими клинками волн, то могу посоветовать вам убийство четырех деревьев, весьма интересных по своей механике призыва. К примеру, то дерево, которому я сейчас лечу, вообще простое. Нам нужно всего лишь потратить 40 жемчужин, купить питомца, и с призванным питомцем, утонувший птенец, подойти к деревцу, и оно активируется. Но так как информации очень много сейчас насчет этих деревьев, они активно убиваются. Можно найти заранее собранную группу какую-нибудь. Вы внимательно следите, то что там выключенный вармод или включенный вармод. То есть подсоединяйтесь к правильным группам с целью того, чтобы убивать спокойно моба и в дальнейшем его лутать. С таких деревцов падают итемы на основную прокачку репутации с Анко, а также дается опыт с вот этими вот миньонами. Это весьма полезно, потому что у нас основной квест на 3000 репутации опыта боевого с этими миньонами суммарно. Так что чем больше мы с ними опыта лутаем, тем это намного полезнее. Идем дальше. Дальше у нас мехагон по прокачке репутации. Ну, собственно, вторая фракция, которую нам нужно прокачать, это ржавобольское сопротивление. Вот эти вот гоблины и гномы. Надо бы, наверное, переместиться туда, да, для полноты картины. В принципе, можно сказать, что процесс прокачки похожий. То есть мы также делаем квесты. Я особо не буду распыляться в объяснении этой фракции, потому что, ну, реально очень похоже. Объясню только основные моменты, которыми эта фракция отличается от сжатарской. Мы также делаем локалки, мы также делаем квесты, мы также делаем дейлики. Хотя локалка там только одна, и квестам почти только один, иногда только чуть больше. Там в основном дейлики. Так что делаем их все абсолютно. Есть немножко скрытые, которые на карте не обозначены. Это небольшой минус. Либо, может, я просто слепой не заметил, хотя вроде бы очки ношу. Ну, странно должен был заметить. Так вот, придется немножко по карте побегать с целью того, чтобы поискать. Пока мы бегаем по карте, мы также келяем рарников. Пока мы бегаем по карте, мы также сражаемся с элитными питомцами, используя сайт, который я показал вам, рассказал, как им пользоваться, и ссылочку, конечно же, оставлю на него в описании. Самое главное отличие мехагона от насжатара — это чертежи. Есть чертежи, которые просто дают какую-то полезность или там маунта, к примеру, а есть чертежи, которые являются полноценными квестовыми итемами. Существует два интересных рецепта, которые есть на мехагоне в самом левом нижнем углу на островке в западных скалах. Это Грохотрон и Кегератор. Дропнув их и скрафтив по чертежам определенные итемы, ну, которые, собственно, изучаются с помощью этих чертежей, одноименные, можно получить квест-итемы. Эти квест-итемы при своем использовании и в последующем завершении квеста по ним дадут 500 репутации. А это, в принципе, неплохо. Если вы хуман, то 550 — это еще больше. Классно? Классно. Также там какие-то рыбки ловятся, но что-то я не стал это особо испытывать, так как это долго, это нудно, и кажется, мне лучше надеть полетку как-то позже получить, чем в итоге этих рыбок ловить. Я половил-половил их маленько, и что-то как-то не удалось. Может из-за того, что навык маленький. Хотя странно. Люди писали, что там чуть ли не на единичном навыке все это дело вылавливали. В общем, относительно странно. Про питомцев сказал, про локалки сказал, про квесты сказал, про чертежи сказал, про дирекционные нажитары сказал, про скрытые моменты вроде бы рассказал. Ну и все. То есть, как-то так в итоге все это дело получается. Надеюсь, видосик был вам полезен, и что-то вы интересное для себя все-таки подчеркнули. По итогу, если оно так и есть, дайте знать об этом в комментариях. Если вы какой-то свой маленький способ знаете по прокачке репутации, может быть я что-то упустил, хотя в принципе невозможно, дайте также об этом знать в комментариях. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Увидимся, летая по култиру Суизандалару, а также на Сжатару и Мехагону. До скорого.